Привет всем! Ну что ж, у нас снова обзор на гигантские киндеры новогодние этого сезона. Во всех странах они уже вышли, ищите в магазинах в России, в Украине, в Германии, в Италии, везде, в общем, их можно найти. И уже был у нас обзор, да, найти киндеры. Там произошло у нас недоразумение. В розовом киндере попала старая коллекция, я написал киндеру, и мне даже ответили, сказали, коллекции у них нету этой новой, чтобы прислать, но пришлют мне какую-то коробочку. Когда пришлют, покажу, но коллекция для мальчиков оказалась очень-очень классной, что захотелось посмотреть, как же выглядит другая игрушка из этой коллекции. Итак, два гигантских новогодних киндера сегодня распакуем, и здесь у нас первый киндер для мальчиков, должны попасться в другая игрушка, чем в первом обзоре у нас новогоднем. 399 грамм, у нас здесь совсем другой вес, и да, гигантский вот такой вот киндер, 220 граммовый у нас, в общем, ищите в магазинах уже. Ну и классная коллекция в этом году, здорово, что не стали снова вот это вот устраивать, как обычно у киндера было то миньоны, то леди баг. В общем, полностью нейтральные коллекции, нейтральные игрушки, но получились очень классно. Итак, ну вот что-то у меня подозрение вызывает такая цветная капсула, хотя, может быть, все-таки, может, нам в прошлый раз просто так попалось. До этого цветные капсулы мы видели в итальянских киндерах пасхальных, ну посмотрим, может быть, тоже какую-нибудь старую коллекцию подложили. И, да ну, неужели старую коллекцию подложили? Да что ж такое, киндер? Вот так вот, да, киндер мне написал в том самом письме, говорит, говорит, такого не должно быть, чтобы старые игрушки попались. И что мы видим, друзья? Да, мы видим то, что мы видим. Если в прошлом выпуске у нас была большая проблема, что у нас в розовом киндере попалась старая игрушка, да, прошлогодняя, то здесь у нас, смотрите, внимательно попался Халк. И, собственно говоря, он у нас уже был в одном из обзоров раньше. Ох, что же сделать, что делать, я даже не знаю. В общем, беда, беда. На коробке нарисовано одно, да, здесь нет никаких ошибок. На коробке четко нарисовано у киндера, что будет здесь коллекция классная, коллекция с машинками. И с животными, смотрите, у нас на канале есть, но вот, я даже не знаю, это прям какой-то ужас, ужас. Вот, ну, кто-то покупает, представляете, да? В России вообще стоят бешеные деньги какие-то киндеры, но в Германии стоит 8 евро, тоже дорого. И точно, точно, если нарисована коллекция, что-то будет коллекция классная этого года, да, новогодняя, где у нас две, две игрушки, то, конечно, никто не ожидает, что увидит здесь старую, старую игрушку. Ну, вот, да, в общем, в общем, в общем, вот такие вот дела, да, здесь у нас идет еще мишень. Ну, видели все уже, да, как это все происходит, надо так нажать, и он тогда пульнет Халк свою машину в сторону мишени. Ну, в общем, одно расстройство киндера с новогодними киндерами, да, вот такие вот дела в Германии. Так что, кто будет заказывать с Германии киндеры, да, будьте внимательны, все-таки, может быть, в России больше, более как-то хорошо поступят, и не будет такого, да. Там у нас нарисовано даже на обложке, на что это будет машинка с животным, ну, вот, да. Итак, смотрим вторую коллекцию. Ладно, пускай первая у нас вот такая вот случилась ситуация с ней, вторая у нас так и не попалась в прошлом выпуске. В прошлом подобном обзоре у нас была Маша Медведь. Вот, собственно говоря, меня и смутило, что цвет, цвет все-таки капсулы, да, как будто бы что-то там другое. Итак, в прошлом выпуске у нас была Маша Медведь, на самом деле здесь другая коллекция маленьких ведьм называется. Ну, так, ну, вот по весу тут точно не Маша Медведь, такой очень легкий киндер, 313 грамм, кстати, он был, да. Очень легкий, в отличие от предыдущего, который был, да, прям под 400 грамм, и я верю, что, ну, хотя бы так, хотя бы с двух попыток мы по одной игрушке увидим. Так, друзья, смотрим, так, ну, хоть бы, хоть бы, хоть бы, да, супер, ну, хотя бы так, да, вот она коллекция принцесс. Так, вернее, ведьм маленьких, ну, тут, кстати, ничего такого особенного. Настолько понравилась мне предыдущая, настолько мне понравилась предыдущая коллекция, в коллекции для мальчиков, да, это был у нас, это была у нас коллекция с, да, машинка с Пантерой. Очень классная игрушка, очень классно выглядит. Жалко мне, что она не попалась. Так, ну, здесь у нас вот такая вот маленькая ведьма, в принципе, даже ничего особенного, да, если брать цену этой игрушки, нет, ну, на 8 евро здесь не тянет. Вообще, мне кажется, по маленькому принце, маленькую ведьму можно было бы и в Максе поместить. Мне кажется, легко поместилась бы она, в общем, странно, что ее отправили в гигантский. И здесь у нас вот такая вот, да, три в коллекции. И что они вообще делают? Да, собственно говоря, наверное, ничего. В общем, держит она вот такой вот свой какой-то магический посох в руке. Плюс, единственное, за то, что это какая-то оригинальная у нас в этом году коллекция. Так, здесь у нас даже бумажку какую-то засунули. В общем, может быть, видите, обруч на руку, может быть, может быть, просто как подставка, да, для принцессы этой самой. Можно здесь разрисовывать что-то. Ну, в общем, да, ничего такого прям сверхъестественного. И, конечно, я думаю, не стоит своих денег. Это гигантский киндер. Вот если киндер для мальчика действительно получился классный в этом году новогодний, то вот принцесса, ну, прямо скажем, да, ничего особенного. Напишите в комментариях, может быть, кому-то, конечно, понравится. Ну, мне кажется, запросто можно было в Максе поместить. Видели мы в этом году и миньонов по симпатичной Максе, и новогодние, в принципе, тоже ничего. Также принцессы тоже похожего размера, да, которые всю коллекцию мы собрали новогодние. Принцессы Дисней. Ну, в общем, да, друзья, вот такой вот второй обзор на гигантские киндеры новогодние. По крайней мере, мы увидели, как выглядит настоящая коллекция гигантских новогодних. Посмотрим, что пришлет киндер. Ну, уже второй раз я ему не буду писать, что такое дело случилось. Попросил у меня сфоткать вот этот номер киндера, в общем, какая серия, кем произведен. Ну, мы видим, что проблема у киндера глобальная. Все они наверняка знают. И вот старые игрушки почему-то положили в новую новогоднюю киндер. Ну, что ж, таким был обзор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok